Растянуть этот эспандер не так-то просто. Что же противодействует моему усилию и стремится вернуть пружину в первоначальное положение? Это сила упругости, возникающая при растяжении пружины. Если внешние усилия снять, пружина снова сократится. Как же связаны между собой приложенное усилие и деформация пружины? Этим вопросом задался английский естествоиспытатель Роберт Гук, объявивший о своем открытии в 1676 году. Гук опубликовал свой результат, чтобы застолбить приоритет в зашифрованном виде. Это анаграмма, фраза, в которой латинские буквы расставлены в алфавитном порядке. Сделаем свой собственный эксперимент, чтобы разобраться, что там такое у Гука зашифровано. К этой раме прикреплена стальная пружина, а к пружине подвешена корзинка для грузов. Зафиксируем первоначальное положение указателя, а потом будем подкладывать одинаковые грузы один за другим и фиксировать положение пружины. Первый груз, второй, третий, четвертый и пятый. Вы видите, что расстояния между отметками примерно равны между собой. Результат этого эксперимента можно сформулировать так – удлинение пружины пропорционально приложенной к ней нагрузки. Гук подождал два года, убедился, что за это время никто не объявил о похожем открытии, а потом дал расшифровку анаграммы «ут тенсио секвис» – «каково удлинение, такова и сила». Вот эту прямую пропорциональность между нагрузкой и деформацией и называют законом Гука. Закон Гука можно использовать для измерения силы. Здесь пружина вставлена в корпус и получился простейший прибор – пружинный динамометр с равномерной шкалой. Когда я прикладываю силу в 2 Н, пружина растягивается на 2 единицы, а когда я прикладываю силу в 5 Н, она растягивается на 5 единиц. А теперь посмотрим, как закон Гука работает в этих пружинных весах с круглым циферблатом. Снимем крышку, затем стрелку, уберем циферблат, поставим стрелку на место. Теперь потянем за подвес. Подвес растягивает пружины и смещает зубчатую рейку на такое же расстояние. По закону Гука это расстояние пропорционально приложенной силе. Рейка вращает шестеренку и поворачивает стрелку. Угол поворота стрелки пропорционален смещению рейки, а значит и приложенной силе. Обычно закон Гука записывают формулой f равняется kx, где f – приложенная сила, x – деформация, k – коэффициент пропорциональности, называемый жесткостью. Сила упругости уравновешивает приложенную нагрузку и направлена противоположно внешней силе f, поэтому в формуле для силы упругости появляется знак минус. Закону Гука подчиняются не только пружины, но и другие упругие тела при не слишком больших деформациях. Возьмем пустотелую алюминиевую балку и положим ее на две опоры. Когда я нажимаю на нее сверху, прогиб балки хотя и заметен, но весьма невелик, так что измерять его с помощью линейки будет не слишком удобно. Поэтому мы будем измерять силу с помощью датчика силы, а смещение середины балки с помощью высокоточного датчика смещения, который позволяет измерять его с точностью до 0,01 мм. Я закручиваю нижний винт, и датчик силы медленно опускается вниз и тянет за собой балку. А датчик смещения показывает, насколько она прогнулась. Вот полученный в этом эксперименте график зависимости прогиба балки от приложенной силы. Он с хорошей точностью представляет собой прямую линию, проходящую через начало координат. Смещение пропорционально приложенной силе. Закон Гука работает и в этом случае. Эта связь между силой и деформацией существует даже тогда, когда деформации совсем незаметны для нашего глаза. Я давлю на стол своим весом, стол противодействует мне за счет того, что он прогибается и при этом возникает сила упругости. Эту силу мы также называем реакцией опоры, но все-таки реакция опоры — это именно сила упругости, которая появляется при деформации стола. А еще надо понимать, что закон Гука — это не просто тема из школьного учебника физики. Он является фундаментом таких наук, как сопротивление материалов и теория упругости, которые нужны при расчетах каждому инженеру и конструктору.